После пандемии ковида, планету охватила новая пандемия. Знаете какая, уважаемые коллеги? Пандемия ранней старости, пандемия раннего увядания, пандемия раннего старения. И об этом говорит огромное количество статистических медицинских факторов. Мы с Татьяной Владимировной Картавенко в свое время, только на пике ковида, предупреждали о том, что ковидное и пусковидное пространство будет заполняться аутоиммунными процессами. То есть, борьбой человека с самим собой в части сопряжения системы иммунитета, системы адаптации, системы, которые формируют и наше качество адаптивности, и качество иммунитета. За счет чего все это происходит, и за счет чего все это произошло? А это происходит и произошло в результате того, что в первую очередь стали страдать наши железы внутренней секреции. Для многих из вас, конечно, это не открытие в той части, что, извините за тавтологию, многие из вас, особенно женщины, давно находятся в поле или в полях, так называемой, грандулярной терапии. То есть, гормонозаместительной терапии. При всем при этом, зачастую, не понимая того, что грандулярная терапия делает из вас, делает из тех людей, которые употребляют химические, искусственные гормоны, тунеядца. В том смысле, что наши собственные железы внутренней секреции перестают продуктировать все эти самые гормоны. И самым главным из них, с точки зрения сохранения молодости тела, молодости духа, является, так называемый, гормон гипофиза, передней долей гипофиза, лютеиновый, так называемый, или лютеинообразующий гормон. Так вот, он очень важен и женщинам, и мужчинам. А в контексте сегодняшних событий, он очень важен и возрастом, среднего людям, и даже подросткам, и даже, будем говорить, детям, которые находятся в предпубертатном периоде. А теперь вопрос в студию. Как вы думаете, вот эти вот предметы, которые вы видите, или вещи, которые вы видите, у меня на блюдце, и перед глазами, что их объединяет? Что объединяет яблоко? Что объединяет разные виды лука? Что объединяет мармелад? И что объединяет золото? Угадайте с трех раз. Пока вы будете угадывать, я вам сразу скажу. Их объединяет воздействие на гипофиз. Их объединяет то, что они очень активно помогают человекам, помогают человекам, я специально не буду оправдываться перед вами, в грамматике своей, и в грамотности своей, человекам, оставаться человеком, с точки зрения своей физической, а соответственно, в связи с этим, волевой мощью. Почему это происходит? Это происходит по простой одной причине. Потому что и яблоки, и лук, и мармелад, и золото, они в одинаковой степени стимулируют разные периоды активности гипофиза. И в этом смысле очень важно из вас, уважаемые коллеги, понимать о том, что яблоки, это у нас фрукты вечернего времени. Недаром латыняне говорили, об ово, начни с яйца, а закончи яблоком. Лук у нас является продуктом средней половины дня. То есть, очень хорошо, в лучшем смысле этого слова, он заходит в виде гарниров, в виде подгарниров, в виде различных соусов, в виде различных желе, в виде различных джемов, луковичного варенья и так далее, и так далее, и так далее, именно в обеденное время. Мармелад очень хорошо у нас заходит в этом смысле и потом выходит очень хорошо. Потому что он очень замечательно работает в вечерние часы. Потому что мармелад, как один из немногих продуктов, влияет на качество мочевыделительной системы. А золото, это у нас металл, так называемый, ночной. Почему? И что мы можем в этом плане делать из золота, и как мы можем им пользоваться? А теперь по очереди. Итак, яблоко вместе с желеобразным состоянием мармелада мы очень хорошо можем кушать вечером. Яйца я вам показывать не буду, потому что про яйца мы с вами уже количество, достаточное количество раз говорили. Лук, это у нас время обеда. А что же нам делать с золотом? Вот такую цепочечку или маленькую цепочечку, не надо цепляться к размеру моей цепи. Положите в стаканчик, налейте в нее охлажденную кипяченую воду и дайте настояться золоту в течение 6-8 часов. Утром вытаскивайте золото, протирайте, одевайте на себя, а воду выпивайте мелкими лотками. Таким образом, мы вместе с вами будем добиваться устойчивой работы передней доли гипофиза. Мы будем отодвигать проблемы, которые наваливаются и на мужчин, и на женщин в период среднего или, так сказать, первой ступени среднего возраста. Исполнилось 50, начинает ступеньки уходить вниз. До 50, условно, 48, 50, 55, мы поднимаемся вверх. Условно, с 50, с 52-х летнего возраста, мы начинаем спускаться вниз. Помните знаменитое русское выражение? Кто-то идет на базар, а кто-то уже возвращается с базара. С кем-то мы идем в компании, имея запасы генетики, имея запасы сил на рынок, или самостоятельно это делаем. А дружным коллективом, а в этом плане очень важно понимать сохранение семьи. Мы возвращаемся с жизненного рынка. И если мы в одиночестве, мы начинаем от этого еще больше страдать. И мы начинаем еще от этого больше себя истязать в плане апатии, в плане депрессии и железы внутренней секреции. Уже никаким образом, никакие гормоны нам в этой части помогать не будут. А если поочечаяние? Ну, нет у вас сейчас, нет у вас сейчас ни яблока, ни мармелада, ни золото, ни лука. Какими точками биологически активными мы можем воспользоваться для того, чтобы помочь своей грандулярной ассоциации? Очень просто. Напоминаю вам, точка, которая замечательно в этом части, в этой части работает, это знаменитая точка, которая находится в центре основания большого пальца и переводится, как точка отказа от прошлого. Очень интересно, с точки зрения ментальности. Почему? Воздействуя на эту точку, в течение полутора-двух минут, по правилу левой или правой руки, в 12 часов дня, хотя бы 5-6 раз в месяц, мы себя, мы себя лишаем вот этих вот самых болезненных хвостов, которые у нас подрастают в течение нашей жизни, в течение сезона, в течение, может быть, дня. Если у вас не хватает понимания того, как судодействовать, положим... Татьяна Владимировна, дайте мне, пожалуйста, не палку. За палку, конечно, большое спасибо. Она еще не заслужила. Маркерчик. Спасибо большое. Вот я вам покажу. Потому что... А покажите конкретно. А нарисуйте на себе. Вот рисую на себе. Вот она точка отказа от прошлого. Видно? Видно? Я надеюсь... Татьяна Владимировна, вам видно? Конечно. Значит, спасибо большое. Значит, ровно так же, уважаемые зрители, вы должны видеть эту точку. Опять же, повторяю, по правилу левой или правой руки. Если вы левша, как я, действуйте на эту точку слева, в течение полутора-двух минут. А если вы правша, как не я. Вот она, как не я. Вот она, эта точка правая. Воздействуйте на эту точку справа, в течение полутора-двух минут. А потом переходите на противоположную сторону. Точка, укрепляющая, даже, скорее, не точка, а манипуляция, которая укрепляет состояние сосудов головы. Которая укрепляет внутричерепное давление, оптимизирует внутричерепное давление. Которая увеличивает качество фокусировки зрения. Соответственно, тем самым влияет на одну из передних, с точки зрения анатомического положения в голове, железь внутренней секреции. А это у нас гипофиз. И что это за упражнение? А это вот такая манипуляция. Вот такая манипуляция. Разведите свои руки, а вам мозг покажет, какая рука у вас волевая в той части. Если мозг вам покажет, что надо делать это левой рукой больше, значит, делайте это левой рукой. Если мозг вам покажет, что надо делать это больше правой рукой, делайте так, делайте так. В течение, опять же, сорока-пятидесяти секунд. Сидите, смотрите телевизор, разговаривайте с любимым человеком, объясняйте с ней в любви. Если успеете за 40-50 секунд признаться в любви и почитать любимого мною Игоря Северянина, успеваете. Только не цитируйте Михаила Юрьевича Лермонтова в этом контексте про немытую Россию. Пожалуйста. Никакого отношения к немытости это не имеет. Поэтому, взяли вот так вот, не надо, Татьяна руки разводить и упрекать меня в чем-то. Это очень важно. С точки зрения того, что чем мы патриотичнее настроены, тем лучше работают наши железы внутренней секреции. Потому, что гипофиз, вместе с гипоталамусом, формируют самые мощные в этой части гормоны, строительные. Для строительства, для укрепления нас. Чтобы мы справились со всем и со всем. Вот так взяли и в течение 40-50 секунд прокачали, поударяли себя. То есть, вначале, если нету яблок, лука, золота и мармелада, вот сделайте раз, два, три. И будет вам счастье. И обязательно приходите на наш воскресный вебинар, посвященный состоянию и состоятельности печени и желчного пузыря. Потому, что сегодняшнюю тему, которую мы с Татьяной над ним насыщаем, в части гляндулярности, в части гляндулярной терапии, невозможность бескачества на работы печени и желчного пузыря. Ровно так же, как работа гляндулярной системы, не может не влиять на состояние печени и желчного пузыря. Потому, что это вещи взаимосвязаны. Саматотропы, то есть, гормоны, которые строит наше тело, их полноценность выработки и полноценность исключения, биохимический процесс, невозможна без того, насколько чиста наша печень. А вместе с печенью чиста наша совесть. Потому, что чем совесть становится в состоянии увядания, тем наша печень больше и больше склоняет перед этим голову. Будьте здоровы! Приходите на встречу с нами. Ссылочка прямо под этим видео. А потом думайте о нас, статья 011. Все, что хотите. Пока! Будьте здоровы!